Здравствуйте! На канале Деснатовой новости в студии Алина Сазонтова. Сегодняшние главные темы. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В основном болеют взрослые люди. Заболевания среди детского населения не зарегистрированы. Выставка детских рисунков «Замурчательный март». Этот рисунок, он очень красивый. Я его рисовала с интересом и у меня было очень хорошее настроение. Рисунок, он очень яркий и забавный. Этот кот сидит в траве и что-то пытается найти. Актуальную эпидемиологическую обстановку обсудили на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 2 марта. Динамика по выздоровевшим от ковида пациентам остается положительной. В специальном госпитале медсанчасти номер 135 находится всего 27 человек. Количество вызовов на дом по причине коронавируса и пневмоний также снижается. «Медикаменты в наличии есть, средства защиты есть. Несколько наладилась ситуация с льготным лекарственным обеспечением, поэтому пациенты по льготе получают медикаменты. В целом работа в штатном режиме». На 2 марта, по данным ФМБА, нарастающим итогом в Десногорске отмечено 2094 случая ковида. Выздоровело почти 80% зараженных. За последнюю неделю новой коронавирусной инфекцией заболели 29 человек. Пневмонии – 12 человек. «В основном болеют взрослые люди. Заболевания среди детского населения не зарегистрированы». Каких-либо карантинных мероприятий в городе не проводится. В очном режиме работают школы и дошкольные учреждения. Заболеваемость ОРВИ там в среднем – 8-10%. В целом, особые санитарные мероприятия в Десногорске в их нынешнем виде пока действуют до 31 марта. В России День кошек отмечается 1 марта. Это неофициальный стихийно сложившийся праздник, и его справляют хозяева и любители этих животных. В Десногорской художественной школе это событие отметили выставкой «Замурчательный март». Рисунки посвящены кошкам, пожалуй, любимому домашнему питомцу. «Этот рисунок, он очень красивый. Я его рисовала с интересом, и у меня было очень хорошее настроение. Рисунок, он очень яркий и забавный. Этот кот сидит в траве и что-то пытается найти или словить». Одна из авторов – 10-летняя Ульяна. Своё произведение она назвала «Рыжик», что вполне отражает суть изображения. Её работа – одна из 50 представленных в экспозиции. А каждый рисунок выставки – это уникальное мнение автора о том, как должен выглядеть самый красивый и необычный кот. «Кошка является очень любимым и близким членом семьи. И дети очень часто обращаются к теме рисования животных, особенно своих пушистых питомцев». Изображения выполнены в разных техниках – от живописи до графики. «А также отличия и в уровне мастерства. Ожидаемо более взрослые и опытные художники уже вполне обладают своим стилем и манерой творчества». «На данной выставке представлены работы и более взрослых наших учащихся. По работе Дарьи мы можем судить о её твёрдой руке, хорошем техническим возможностям, которые она обладает. И можно сказать, что в будущем она сможет стать профессиональным художником». Выставка расположена в холле Десногорской художественной школы. А уже к концу недели она дополнится новой экспозицией рисунков к Международному женскому дню. В завершении выпуска прогноз погоды. 4 марта в Десногорске небольшой снег с дождём. Днём температура около нуля, ночью до плюс трёх. На сегодня выпуск завершён. Всего доброго! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова